А теперь давайте, скажем так, поподробнее поговорим, как нам быть в абьюзивных, в токсичных, как еще их называют в отношениях с хищником, в отношениях созависимостных, с человеком, которого, наверное, вот девушка, автор этого письма, называет нарциссом. Давайте начнем с того, что я за этим ее письмом читаю другое. Подскажите, пожалуйста, как изменить нарцисса, она мне говорит, эта девушка. Я так его люблю, мы с ним живем, у нас детки, у нас все, но он такой нарцисс, я так страдаю, какой-то капец, как мне его изменить, этого нарцисса. Дорогие друзья, нарцисса изменить нельзя. Я уже молчу про то, что, ну вот я много очень читаю литературу специальной и психоаналитической, и психологической, и психотерапевтической, и разной. Я уже молчу про то, что одни авторы пишут откровенно, что нарцисс в терапии ничего не получает. Нарцисса изменить нельзя, потому что он не идет, ему нормально в жизни, нарциссу, его все устраивает. Он окружил себя так, как он, теми, кем он хочет, живет так, как он хочет, ни перед кем не отчитывается. И там, если его уговорить пойти к психологу, там застращать, сантажировать, если ты хочешь там сохранять отношения, вот иди, терапевтируйся, он их все равно прервет эти отношения, потому что он не изменится никогда. Другие психоаналитики, и очень именитые, пишут о том, что, например, вот шизоидов и параноидов, их терапевтировать бессмысленно, их анализировать бессмысленно, потому что там их черты вряд ли подвергнутся какой-то трансформации, а вот нарциссы такие душки, там прямо непаханная целина трансформации нас ждет. Во-первых, у нас очень противоречивое отношение к этому состоянию.